Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева, психолог-практик, также богослов по образованию. Меня сегодня спросили, почему каждое мое новое видео выходит про нарциссов, они вас что, покусали? И вы не можете их простить? Вот давайте я отвечу сразу. Знаете, мне нужно, наоборот, вести рубрику «Отвечать на добрые комментарии». И как-то уже не реагировать вот на такие выбросы. Но хочу все-таки ответить. Во-первых, это моя работа. Вы же не спрашиваете продавца в KFC, почему ты каждый день отбиваешь чеки и продаешь бургеры. Вы не спрашиваете дворника, почему он каждый день подметает улицу. Это его работа на благо людям. Точно так же и психолог, как я, имеет определенный профиль занятости. Именно по этому профилю ко мне приходят люди, я им помогаю, они остаются благодарными. Естественно, они оплачивают мой труд. Поэтому утром я просыпаюсь, записываю видео про нарциссов, еще в течение дня ко мне приходят клиенты, я им помогаю, получаю благодарность. Я прошу уважать мой труд. Но, тем не менее, на моем канале очень много разных тем. Если вы, допустим, посмотрите плейлисты моего канала, здесь есть моя музыка, мои авторские песни. Потому что я сочиняю песни, я сама сочиняю к этим песням тексты, музыку. И сама их исполняю, сама записываю клипы к этим песням. Также здесь на канале есть видео про легенд русского рока, где я рассказывала биографии Виктора Цоя, Игоря Талькова, группы Король и Шут и многие другие. Если вы хотите действительно узнать меня во всех моих ипостасях, можете просто зайти в плейлисты. Также здесь есть видео, посвященное книгам, классиков. Здесь я рассказывала про книги Ремарка, например, и про многие другие. Также здесь есть видео про мои книги, потому что я еще и писатель. Я рассказывала здесь про мои книги после выхода каждой книги, потому что я публикую книги периодически, выкладываю их на Лидера. Это тоже моя работа. Просто книги выходят чуть реже, чем, так скажем, моя деятельность в виде психолога-консультанта. Здесь также присутствует и про мою жизнь. Периодически я выкладываю что-то. Есть отдельный канал, посвященный моей дочери, где мы снимали про развитие, где мы снимали на разнообразные темы, про путешествия. К примеру, мы снимали азбуку развития для самых маленьких, где мы выкладывали из разных круп и из разных предметов, буковки. Это все можно найти на канале Ниночка Саженцева. Также здесь на канале есть видео про религию, где я о вере с доступным языком рассказывала. И здесь на канале есть много всего. Поэтому ваш выплеск вот такой вот, что все мои видео про нарциссов вообще никак не отражают действительность. Да, есть основная работа моя, которая плюсом ко всему зарегистрирована я как самозанятая и плачу налог за эту работу. А на канале я освещаю свою деятельность. Точно так же, как, например, есть мой доктор у нас в Березовском. У них тоже есть канал, где они выкладывают про свою деятельность, про деятельность медиков. Насчет того, покусали ли меня нарциссы. У меня у самой был, конечно, опыт общения с нарциссами. Но я свои личные травмы уже давным-давно пролечила. И именно поэтому я стала помогать другим. Потому что для меня уже тема восстановления, конечно же, в прошлом, лично для меня. Но я знаю, что люди находятся в разных стадиях. Кто-то только-только в стадии осознания. Это люди, для которых вот такие вот видео про нарциссов вообще являются просто спасением. Когда они нуждаются в том, чтобы осознать до конца, что это за человек, и что с ним не нужно иметь дело. Другие находятся на стадии восстановления, когда они уже переходят на любовь к себе, на какие-то другие интересы, начинают жить своей отдельной жизнью от нарцисса. И каждый из них нуждается в определенном потоке информации. Поэтому вот такая информация про нарциссов, она очень в наше время необходима. И люди как бы в ней нуждаются. Я снимаю на ту тему, в которой больше всего потребности сейчас, в данный момент, у моих клиентов. В том числе я рассказываю свои инсайты после консультации. И люди получают даже бесплатно очень много из того, что я, допустим, говорю на своих консультациях. И у меня есть очень много людей, которые ценят меня именно по этому профилю моей деятельности. Итак, поэтому я сегодня снова просыпаюсь утром и работаю. Эта работа, друзья мои, она не хуже, не лучше любой другой работы, которая есть на свете. Может быть, она даже чуть-чуть сложнее, потому что я работаю каждый день, у меня нет выходных. Я постоянно принимаю заявки, постоянно снимаю видео. Но у каждого, так скажем, в меру сил своя занятость. Итак, продолжаем мы на тему НРЛ говорить, что такое нарцисс. А вот вам яркий пример. Когда нарцисс приходит в вашу жизнь, то он так или иначе пытается обесценить ваш род деятельности, ваш смысл жизни, ваше увлечение, потому что он вам завидует, потому что он вместо того, чтобы восхищаться другим человеком, потому что каждый из нас уникален, каждый из нас имеет массу разных своих увлечений, совершенно мы разные внутри. И вместо того, чтобы восхищаться друг другом, нарцисс, во-первых, завидует, во-вторых, ему хочется другого обесценить. Почему? Потому что они внутри ущербны. Как бы неправильно думать, что нарцисс — это просто вот такой вот человек, который восхищаетесь мной, да, я самый крутой, поэтому я всех вокруг обесцениваю. Нет, человек, который уважает себя, который знает себе цену, он не унижает других, чтобы вы знали. Нарциссы именно внутри ущербны. Им надо других унизить, чтобы за их счёт возвыситься. К примеру, вот идёте вы на свидание, и человек вместо того, чтобы сказать, какая ты интересная, мне с тобой так интересно общаться, да, ведь он сам пошёл на свидание, его что-то привлекло в вас, вы ему понравились. Но такие люди, как нарциссы, они мало-помалу будут вас обесценивать, потому что он пошёл на свидание, но при этом при всём он чувствует себя в чём-то ущербным. Как будто, вот если он другого человека унизит, то на его фоне ему как бы станет легче, он возвысится. Нарциссы так поступают только, во-первых, с теми, где они чувствуют, что есть ответная симпатия. Если человек добрый, и он не сможет им ответить прямо, ну, знаете, доброта – это тоже как бы такое. Личные границы должны быть у всех, я в том числе этому учу эмпатов, потому что если вас оскорбляют, вы должны либо сразу отстраниться, либо ответить человеку то, что он заслужил. Так вот такие люди, как нарциссы, они приходят в вашу жизнь, хоть вы им изначально и нравитесь чем-то, но они обязательно будут вас унижать, потому что вот такие они мерзкие существа внутри и по-другому жить не могут. Но мы продолжаем с ними общаться и продолжаем погружаться вот в этот мир, где всё состоит из обесцениваний, из негатива, без поддержки, без сочувствия, без сострадания и без ссорадости. И мало-помалу в этом мире рушится наше здоровье, в этом фантазийном мире нарцисса, где он вас обесценивает и унижает. Рушится наша психосоматика, наша самооценка, наша радость жизни, к нам прикрепляются совершенно ненужные нам агрессивные выплески, потому что рядом с нарциссом вы сами начинаете пребывать в тревоге, вы сами начинаете быть слишком гневливым. Он вас заражает своим состоянием. Поэтому-то и опасно с ними общаться. Вы потом сами себя не узнаете. Вот у вас до него, допустим, была радость жизни, вы чувствовали смысл своей деятельности, вы знали, что всё не напрасно в вашей жизни, что есть люди, которые вас ценят. А пришёл вот такой вот нарцисс. Сначала вроде хи-хи-хи, ха-ха-ха, ты такая прикольная, интересная. А потом началось. Мало-помало точит вас, точит и точит, прогибает вас, рушит вашу самооценку. И в конечном итоге вы уже потеряли и радость свою, и свой смысл в своих увлечениях и так далее и тому подобное. И уйти вы очень не можете, потому что у вас адреналиновая зависимость. Вы уже привыкли к этому непонятному, я не знаю что. Вы привыкли к этим ощущениям, когда вы не знаете, что сегодня будет. Либо он тебя бесценит, либо он тебя поцелует, обнимет. Потому что эти люди, они внутри сумасшедшие. Нарциссическое расстройство личности – это диагноз. Это болезнь, которая, ко всему прочему, ещё и не лечится. Так вот, чтобы люди знали, что нужно вовремя уходить, если вы только распознали, что рядом с вами нарцисс, я и снимаю эти видео. Вот на этом раннем этапе. И не только на раннем, потому что с этим человеком можно застрять на долгие годы. Можно в этих отношениях застрять. Можно в этих отношениях застрять и думать, что это любовь. Можно думать, что это всё нормально. Но ведь все так живут. Нет, не все так живут. Не все унижают друг друга. Не все обесценивают друг друга. Есть отношения с уважением, с поддержкой. А не тогда, когда человек, когда тебе плохо, он злорадствует. Когда тебе хорошо, ему плохо. Потому что ему не нравится, что у вас что-то получается в жизни, что вы преуспеваете. Уходите от таких людей, ещё и ещё раз говорю. Потому что любовь – это не страдание. Это не мука, это не боль. Любовь – это когда есть уважение, когда есть доверие, когда человек ведёт себя адекватно рядом с вами, как минимум. И не связывайте свою жизнь с этими людьми. Плюсом ко всему, нарциссизм может рядышком ходить с психопатией. И с возрастом нарцисс превращается в психопата, который уже может и руку поднимать, и уже перестаёт думать о том, как себя правильно вести в обществе и позволять себе всё, что угодно. У этих людей нет эмпатии, нет совести. Они могут убить. Они могут покалечить вас морально. Друзья мои, продолжаю работать. Во славу Божью в том числе. И на поиск людям. Спасибо. Если вам нужна личная консультация, телефон в описании видео. Субтитры подогнал «Симон»